По вашему мнению, есть ли смысл в этих усилиях, есть ли смысл создавать такую переговорную площадку по Крыму, если президент России Владимир Путин говорить о Крыме не хочет? Во-первых, президент Владимир Путин далеко не вечен. К счастью, у нас таблеток и средств макрополоса еще никто не придумал. И поэтому все действия, которые делает господин Зеленский, должны были еще делаться при господине Порошенко. Но такой платформы не было, не было такой структуры. И то, что сейчас создается, это крайне правильно, это очень важно. Зеленский останется или уйдет, но проблема пока еще есть, ее надо решать. И в рамках этого процесса возможно это делать, и это очень важно. Это не минский меморандум, который сейчас, не минский процесс, который сейчас сильно затормозился в силу происходящих событий в Минске. Но даже в то время не вспоминались вопросы Крыма, когда в самую горячую фазу. А сейчас это крайне необходимо. И я готов аплодировать Владимиру Александровичу за то, что он это делает. Это очень правильное движение. Ну, какова цель этого движения, если без участия России, по крайней мере на данный момент, деоккупации Крыма добиться вряд ли удастся? Ну, знаете, без участия России, естественно, это вряд ли. Но принудить Россию участвовать в этом процессе вполне возможно. И я думаю, что сегодня то, что говорится, не получится, то завтра это вполне станет возможным. Есть такое понятие «окно овертала», когда сегодня мы считаем, что это невозможно, но происходят какие-то события, и мы уже соглашаемся с этим завтра. Это одно из тех событий. Это то, что должно было сделано быть давным-давно, еще с момента 2014 года, с начала оккупации. У меня, я для себя написала вот такой вопрос вам относительно того, что может повлиять на позицию России по Крыму. Но из того, что вы уже ответили на первый вопрос, я так понимаю, что вы считаете, что может повлиять смена власти в России, да? То есть говорить о том, что можно повлиять как-то на Путина, нет смысла. Нет, почему? На Путина можно повлиять. Как бы то ни было, он все равно человек, который поддающийся влияние и давлению. А сейчас происходят в мире достаточно серьезные процессы, которые выходят под его контролем. И вполне возможно, что Путин и первым в какой-то момент начнет говорить о том, что дозаберите свой Крым, отбежитесь только от меня. Такие возможны вещи. И Путин далеко не самый смелый человек, и он в любом случае вынужден будет участвовать, вынужден присутствовать. Ведь Россия говорит, что мы не сбили MH17, но и продолжает это утверждать. Она говорит, что мы не бомбили Сирию, не применяли там газ, и продолжает это утверждать. Также она говорит, что в Крыму не было российских войск, и их там нет, там не было. Но тем не менее, и на Донбассе. Но тем не менее, они вынуждены участвовать во всех этих процессах. Ровно то же самое будет и с Крымом. Что бы ни говорили, как бы ни отказывались, как бы ни травили людей, но тем не менее, ситуация есть. И они вынуждены на нее реагировать, они вынуждены на нее двигаться по ней и принимать во внимание все процессы происходящие. Так что здесь не нужно наблюдать, смотреть на мнение Путина, не нужно смотреть на мнение властных структур России. Нужно просто делать свое дело. И они никуда не денутся. Они вынуждены будут участвовать в этих процессах, потому что другого варианта и другой дороги у них не будет. Продолжение следует...